Журналист в Афганистане – опасная профессия. А если журналист еще и женщина, добавляются новые риски и трудности. Халида Рашид – одна из немногих женщин, которая делает новостные репортажи на афганском телевидении. На этой неделе я делаю репортаж о том, как женщины становятся наркоманами и почему они возвращаются к наркотикам даже после курса реабилитации. Чтобы разобраться в этом, я приехала сюда, к сожженному мосту в Кабуле. Халида Рашид – 21 год. Она ведет программу на канале ЗАН-ТВ на женском телевидении. Это первый афганский канал для женщин. И работают на нем только женщины. ЗАН-ТВ позволяет нам дать голос женщинам и бороться за их права. Поэтому я очень рада созданию ЗАН-ТВ и тому, что я участвую в его работе. Когда канал, на котором все журналисты и продюсеры женщины впервые вышел в эфир в мае, его будущее было туманно. В стране вещают около 70 спутниковых каналов, и конкуренция велика. Однако ЗАН-ТВ это не смутило. Директор телеканала Хамид Самар говорит, что рейтинги растут. «Более миллиона человек смотрят ЗАН-ТВ в Афганистане и за рубежом. Постоянно увеличивается наша аудитория в социальных сетях. Наша цель – сделать ЗАН-ТВ одним из ведущих телеканалов в Афганистане». Конкуренция была не единственной трудностью. Афганистан – глубоко религиозная и консервативная страна. И многие здесь считают, что женщина должна лишь исполнять роль, которую предписывает ей традиция. «В исламском обществе 99% жителей – мусульмане. Эти каналы позорят наших религиозных лидеров, политических лидеров и все наше общество». Халида Рашид говорит, что семья поддерживает ее выбор профессии. Но изначально родители были недовольны. «Вначале мне пришлось спорить и переубеждать. Я должна была доказать им, что женщина может быть журналистом. И у меня это получилось». «Опасности, встающие перед журналистами и женщинами, вполне реальны. Несколько женщин были убиты в последние годы. Например, в 2007 году радиожурналист Закия Заки была застрелена в своем доме под Кабулом. Женщины на ЗАН-ТВ также сталкивались с угрозами насилия. 22-летняя Хатера Айуби, работающая техническим специалистом, не позволяет себя запугать. «Даже если мне или моей семье будет угрожать опасность, пока я жива, я буду здесь работать, чтобы дать голос афганским женщинам, у которых нет возможности говорить за себя». ЗАН-ТВ поднимает трудные темы, о которых не говорят на других каналах. О контрацепции, о рабочем месте для женщин, об исламе и феминизме. Студентка университета Мунира Абет говорит, что канал изменил ее жизнь. «ЗАН-ТВ вдохновляет женщин. Он убедил их в том, что они тоже способны изменить общество. Этот канал мотивирует их и меняет их отношение к жизни». Все эти перемены происходят не быстро. Однако каждый новый день дает Халиди Рашид и ее коллегам возможность строить новый мир для афганских женщин. Продолжение следует... Продолжение следует...